так кажется мы онлайн и это было нелегко в общем нас только что забанил youtube причем забанил он видимо за то что мы протестировали звук в видосе этот видос был куплен но злой видос злой youtube короче подумал что наверное это ворованный трек и нас короче крякнули везде и поэтому простите пожалуйста что так получилось будем знать это наш первый тестовый стрим и у меня очень странные чувства я никогда просто так вот не сидел и не разговаривал с ноутбуком и не делал никаких рассказов не видео аудитории стараюсь отвечать по ходу которые будут связаны именно с материалом о котором я рассказываю прямо вот сейчас и на другую часть вопросов я отвечу в конце и в общем потихонечку буду смотреть какие вопросы важны какие не важны в данный конкретный момент сегодня у нас первый стрим вот в целом мы никогда ничего такого не делали раньше мы не выпускали никаких видео образовательных материалов но карантин и всякие такие вещи вносит свои коррективы и мы подумали обычно мы делаем эти рассказы там ездим по студиям показываем и так далее но теперь мы подумали что у нас есть куча контента который можно выпустить онлайн и начну я с самого начала и по порядку для начала что такое кентус кентус на текущий момент это небольшая команда нас 9 человек но все-таки уже достаточно большая большая часть из них разработчики два человека занимается маркетинг это как раз те самые люди которые сейчас мощно-мощно быстро перекинули все ссылки и создали новый стрим и я занимаюсь по чуть-чуть всем меня зовут роман белов и собственно говоря я начал всю эту историю достаточно давно уже 2015 году мы выпустили ту самую ноду бесплатную на данный момент пин тула который мы сегодня будем говорить дальше у нас было достаточно много всяких интересных штук потом мы в 2017 выпустили наконец-то официальный геотрекер о котором вы наверное слышали иначе почему бы вы здесь это трекер объектов для нюка и потом мы начали потихонечку ну развиваться и мы заметили что люди с помощью геотрекер очень часто тречат лица им не откуда взять геометрию этого лица потому что там фотограмметрия это достаточно долго все поэтому мы сделали фейсбилдер для того чтобы можно было быстро делать геометрию для трекинга лица а потом мы поняли что мы можем и трекать лица выпустили фейстрекер а потом мы начали вот мигрировать недавно выпустили фейсбилдер для блендера и основная причина к этому была в том что блендер бесплатный продукт а нюк стоит чего-то очень много вот и соответственно это для нас был ну как-то ограничитель с точки зрения пользователей и действительно кому выпустили там для блендера у нас что пользователь подскочил в 13 раз и еще много-много чего впереди но вот примерно по такому таймлайну мы в принципе и пойдем то есть мы начнем с пентула это такая базовая нода которая позволяет быстро размещать объект в сцене и сегодня мы будем обсуждать ее а дальше следующий это примерный план что-то может поменяться на следующий стрим точно будет посвящен геотрекеру потом будет всякие хаки и в общем тонкие аспекты связанные с геотрекером там много и собственно как превратиться из просто трэчеров про трэчер потом отдельно будет история про деформабл трекинг и трекинг моделей со скелетами а потом про фейсбилдер фейс трекер фейсбилдер в блендере и это наверно проведу не я а саша миловский и отдельно еще будет потом какие-то такие вот будут отдельные куски например работа с проекциями и вообще как там текстурирование в нюке вот эти все текстуринг пайплайн и так далее то очень часто нетривиальные вещи и которые мы тоже разберем на отдельном стриме ну а дальше там уже по ситуации какие будут вопросы в ваше предложение и так далее поехали начнем мы издалека да сергей спрашивает будет ли запись записи будут записи будут я надеюсь что они будут ну там плюс минус оперативно появляться в принципе youtube это позволяет я надеюсь что он не будет все это банить начнем мы издалека значит начнем мы с того что наши плагины они сделаны для нюка большей своей частью изначально были сделаны для нюка но в первую очередь потому что я сам работал в нюке и ну мне казалось нюк вообще предел технического и технологического совершенства столько много всего интересного и главное я видел там нишу что там нету геометрия трекера и трекинга объектов как такового поэтому мне очень хотелось эту нишу ну как-то занять в первую очередь для своих целей потому что там на тех фильмах на котором это работали нам очень много надо было тречить а тречить было в общем нечем ну точнее как было чем но вот очень длинный этот пайплайн когда у тебя есть отдельная трекинг программа тогда тебе нужно экспортить каждый раз свой трек потом импортить в нюк потом если что-то не так то ты реэкспортишь и реимпортишь и вот начинается по кругу особенно в сложных местах а второй аспект стоит в том что когда ты на композе ты как бы ты видишь результат ты знаешь что тебе нужно где тебе нужен аккуратный трек детей нужен чуть менее аккуратный ну в смысле можно менее аккуратно ты знаешь важные аспекты ты принимаешь решение это смотрится или нет то есть плывет трек не плывет ты можешь тоже только проверить на композе и в этом смысле было очень для нас тогда спасением то что трек происходит тоже в нюке потому что значительно сокращает пайплайн перейдем в нюк и тут я сделаю наверное наверное все знакомы с нюком но я тем не менее сделаю тут маленькое лирическое отступление просто про нюк значит нюк он обладает большим количеством разных нод и каждая нода и почему я это рассказываю подробно значит для двух аспектов во первых потому что я уверен что есть люди которые может быть пришли из бленда и не знакомы с нюком поэтому я вкратце объясню что происходит значит есть ноды и каждая нода она по сути имеет вход и выход возьмем например ноду blur у нее есть один вход один выход есть нода с несколькими входами и выходами merge у нее соответственно два входа она складывает там с какой-то операцией картинки с двух входов и пускает эту сумму там с этой операцией на выход здесь важный аспект что в нюке очень много разных типов нод прямо вот дофига соответственно если мы вернемся к нашу чудес презентации то вот мы увидим что есть двухмерные ноды есть трехмерные ноды есть нода там про камеру отдельно специфическая тоже внутри нюка и есть еще много много разных типов нод вот нам для сегодняшнего в общем для сегодняшнего рассказа понадобятся вот эти три типа 2d 3d и камера почему я подробно на этом остановлюсь потому что не совсем тривиально какого типа нода пинтул значит во первых они ну подсказка достаточно простые значит все ноды разных типов имеют разную форму там 2d нода они квадратненькие 3d ноды закругленные камера вон круглая есть еще там кучу всего и 2d нода это просто картинка 3d нода это нода содержащая информацию о вертексах полигонах в 3d пространстве а камера это все то же самое плюс еще ну только без вертексов полигонов зато плюс информация о камере и ну собственно говоря давайте начнем сегодняшнюю ноду у нас это пинтул и это 3d нода как ни странно значит давайте с такого простого примера значит берем пинтул у нее три входа бэкграунд и это двумерный вход в данном случае это вот такая картинка геометрия и этот трехмерный вход и в данном случае это такая вот алисинька это стрим этот дань этому жуткому фильму про весенник собственно с которого геотрекер начался там все актеры были вот в таких масках и их нужно было тречить и потом оживлять там девушевые глаза какие-то эмоции добавлять и так далее и последний третий input эта камера соответственно что делает пинтул он позволяет позиционировать эту модель в данном случае модель лисоньки поверх бэкграунда с учетом относительно вот этой камеры на входе давайте смотреть значит если я сделаю вначале нажимаю здесь кнопочку center geo пинтул пинтул он пользуется в принципе очень просто просто мы можем ставить пины это такие точки с которым можно таскать вот я поставил пин вот он там появился но он очень маленький потому что я не знаю почему честно говоря кажется по моему это даже не настраивается нигде в интерфейсе не у нас да почему но обычно не больше мы видим потому что мерить и на фикс на это а потому что двенадцатый нюк вот и в двенадцатом нюке они вдруг стали все маленькие а 2 3 и таким образом я я я тащу и он автоматически поворачивает нашу модель давайте для этого сделаем еще один вверх значит вот у нас еще один вверх и этот вверх мы поставим рядом с этим и переведем его в 3d что это нормально все подтупляет модель маленькая плохо все видно вот нам в принципе нам хватит у меня очень слабый ноут к сожалению поэтому ну другого нет будем мучиться окей значит вот смотрите когда я таскаю в 2d и работаю с пинтулом я в 2d всегда то есть он в этом смысле похож на нуду model builder которая тоже как бы 2d но на самом деле 3d у меня меняется то что происходит в 3d ну собственно я все просто то есть мы можем ставить столько пинов сколько нам нужно при этом в любом совершенно в любой точке в любой точке появленности не только в вершине сетки и чтобы пин удалить если он нам не нравится просто нажимаем правой кнопкой мыши и он удален пока все в общем очень просто вот у нас модель которая четко спозиционирована относительно той входящей камеры как которую мы использовали в пентуле на основе проекции все очень просто то есть такое положение она в общем единственное которое мы собственно и мы находим программическая презентация про пины чуть-чуть расскажу про пиннинг сначала сказал что можно ставить куда угодно можно удалять пины значит есть молотый селекшн иногда так случается что там по какой-то причине особенно это в моделями которые зариганные там где руки ноги есть и прочее там случается много пинов которые хочется тащить вместе поэтому можно вместе выделить и потащить раньше этого не было все хотели но мы сделали в принципе ну и например можно удалить remove pins выделены можно удалить вообще все пины remove pins можно отменить отмена работает есть еще один такой очень тонкие место это spring pins back это такая маленькая галочка вот здесь давайте перейдем в один вьюгер уже что она делает это два режима пиннинга принципиально разных значит в чем отличие дело в том что вот если я тяну куда-то сейчас знаете еще добавлю один пин вот я тяну видите около пина сейчас попробую приблизить вот когда я тяну появляется такая голубая веревочка и вот эта голубая веревочка она когда я отпускаю пин она как бы как резиночка схлопывается то есть когда я тяну она появляется к отпускаю он возвращается на место что это за голубая веревочка по сути это reprojection error то есть дело в том что так как пины они же не все согласованы друг с другом то есть если я возьму поставлю много много пинов и буду тянуть в разные стороны то они будут все не согласованы и соответственно ну невозможно сделать так чтобы точка по все точки поверхности были в тех местах куда я их тяну поэтому есть такая вот необходимость ну в общем рисовать reprojection error то есть у меня точка пин он это точка поверхности вот я вытяну сюда и он до сюда ну не может просто физически дотянуться поэтому он не рисует вот это вот ошибка невязка при этом это невязка появляется везде вот смотрим вот здесь она появилась но когда эти ну вот около этого пина она тоже появляется ну потому что он как бы это решение позиции всей модели так вот и spring pins back это наш режим по умолчанию и он состоит в том что когда я тяну после того как я отпускаю все эти невязки обнуляются прям как у путина вот и сбрасываются но в принципе это удобно когда у тебя такой итеративный процесс то есть я что-то поправил посмотрел допустил и у тебя все пины «чипанк» на месте но иногда бывают такие случаи когда нужно ну какая-то точно находишь где пин должен быть потому что здесь пин вот тут5 стоит но после того как я вот здесь потяну он перепрыгнул но иногда бывает так что например я добиться я поставил пин вот здесь вот и я точно знаю что вот этот пин должен быть вот здесь а вот этот вот здесь. И тогда я могу отключить этот режим. И когда я тяну, он забивается уже непосредственно в точку, куда я его притянул. И тогда он все время при перетягивании остальных пинов будет тянуть в нужную точку. То есть вот я сюда перетянул и вот сюда. Обычно этот режим очень полезен, когда у себя есть явно выделенные маркеры на объекте. Ты туда забиваешь пины и каждый раз, когда ты ставишь keyframe, ты просто тащишь, не глядя, пин в маркер. Значит, а пин-тул не то, чтобы мы придумали сами. Пин-тул был сделан в PF-треке еще с незапамятных времен, когда у них там появился геометрия трекинг. И в этом смысле пин-тул мы украли и взяли самое лучшее. Но вот это оставили для совместителей, для тех, кто привык к PF-треку. Потому что в принципе в большинстве случаев эту галочку я оставлю при трекинге. Иногда, вот я говорю, в редких случаях можно использовать, отключать этот режим. В PF-треке наоборот. Там вот когда тянешь, там все время пин надо сразу тянуть куда надо, и потом начинается перетаскивание всех пинов по кругу. И это не очень удобно. А есть ли у нас вопрос к этому моменту? Вопросов пока нет. Здорово. Тогда давайте едем дальше. Значит, мы разобрались плюс-минус с тем, как мы пинем модель. И давайте теперь поговорим про инпуты. Потому что, ну, на мой взгляд, да, совершенно важно. Значит, ну, собственно говоря, да. Надо понять, в чем вообще прикол пин-тула. Дело в том, что, по сути, пин-тул работает как transform.geo. То есть, если я возьму... Вот мой пин-тул чудесный. И посмотрю на его... По сути, если вот, давайте включим, создадим ноду transform.geo, который просто двигает геометрию, да, даже подключим ее к той же десе исходной. Вот, смотрите, тут есть translate, rotate параметры. Ну, и вот, обычно только их мы меняем. И вот здесь также есть translate и rotate. Вот, еще есть scale, но мы scale отдельно не имеем. У нас есть общий scale, так же, как здесь, вот, uniform scale. И, в принципе, пин-тул это то же самое, что такой transform.geo, только на стероидов. Более того, если мы возьмем пин-тул, то там вот есть вот все то же самое, что в transform.geo. То есть, тут есть такая синенькая точечка. Сейчас она, наверное, была не очень видна. Сейчас я ищу. Вот она. Вот. Вот она. Это, собственно говоря, тот самый access knob. Это ровно такой же access knob, как в transform.geo. То есть, вы можете использовать пин-тул просто вместо transform.geo. Вот. Но у него есть вот один дополнительный бонус. Давайте попробуем то же самое, то же самое сделать с помощью transform.geo. То есть, я говорю, что вот у меня есть онлайн-рендер, нода, которая рендерит геометрию. И я хочу вот сквозь эту геометрию дать вот поместить этот объект. То есть, я... Сейчас. Что у нас происходит? Сейчас. То есть, я хочу, по сути, да... Да, и пин-тул, по сути, работает так же, как сканлайн-рендер. То есть, он рендерит картинку в 2D, когда мы смотрим на него, он рендерит картинку поверх проекции. Значит, что у нас тут получается? Давайте смотреть. Значит, если я хочу с помощью transform.geo сделать все то же самое, что делает пин-тул. Но тут будет некоторая жесть, потому что, значит, ну начну я, очевидно, с 3D. Возьму... Так, давайте закроем все лишнее. Немножко тесно. Вот. И начну вот сюда. Давайте как-нибудь посмотрим, что у нас получается. Так. Так, это Viewer 2. Сейчас. Немножко. Ага. Во. Отлично. Значит, вот у меня, соответственно, transform.geo. Не хочется все делать, но для частоты эксперимента попробуем. Значит, вот он так вот неинтерактивно, потому что я могу как-то пытаться это дело плесить. Ну, там можно, соответственно, как-то упростить всю эту жизнь, добавив Play Material и какой-нибудь Fireframe. Просто текстурируем или Fireframe. Ну и дальше я с помощью transform.geo могу пытаться это все дело подогнать. В общем, я, наверное, не буду совершать эксперимент, но как вы можете понять, это такой достаточно трудоемкий процесс, точно ее залагить. Но это возможно. В принципе, это возможно. имхо с пентулом удобно. Окей. Значит, с этим разбрались и теперь как раз переходим к инпутам. У пентула три инпуты. Значит, сейчас мы пройдемся по каждому из этих инпутов и обсудим какие-то важные аспекты с этим. Значит, да, я просмотрю, отвлекаюсь на вопросы, пока их не вижу толком. Значит, модель. Первая модель. Значит, люди, в общем, справедливо спрашивают, а где взять модель? Много источников. Значит, понятно, что в обычной жизни модель получить, ну, не всегда получается. То есть, например, в идеале, если я на съемочной площадке, я все могу там отснять, что мне надо. Я просто пофоткаю это хорошо, у меня там будет фотограмметрия. Если это, например, модель комнаты или еще что-то там здорово, если есть лидар. Тут в последнее время лидары встраивают даже в эти, в айпады. Интересно, чем это закончится и насколько хорошо они будут строить. Сомневаюсь, что хорошо. Но, в целом, это, в принципе, неплохой источник моделей. То есть, фотограмметрия, лидары хорошие, люди так делают. Но это качественный супервес наш. Значит, второй способ – это откуда-нибудь качнуть. То есть, дело в том, что есть много вещей, у которых модели известны. Ну, например, какие-нибудь, ну, например, мебель. Сегодня у нас будет там пример мебели, да. Вот давайте здесь посмотрим, где работает фокус. Вот. Здесь стол. Ну, там стол. В принципе, понятное дело, что Икея пошел на сайт Икея, открыл, понял, какой это стол, скачал его модель, можно пользоваться. Есть еще очень частый кейс. Например, особенно, если вы занимаетесь съемкой из дронов, то, в принципе, можно сделать как? Можно взять Google Maps и просто поднять какие-то здания сверху. И у вас будет точная такая карта, моделька, на основании которой можно трекать, алайнить камеры там, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Это прям суперудобно. Плюс ко всему бывают объекты, ну, прям известной геометрии. То есть кубики, прямоугольники, которые можно как-то померить. Третий способ – это, собственно, взять и оттрекать сцену, восстановить модель, и если у вас лаймент всех остальных шотов. То есть таким образом вы один раз запариваетесь на построение модельки, при этом вы это можете сделать там сразу… Опять-таки, если у вас много шотов в одной локации, это значит, что у вас, скорее всего, есть разные углы обзора. И тогда вы можете, получив уже эту модельку, вы можете хорошо ее использовать. Значит, следующий вопрос – насколько должна быть там высокополигональная модель или… Ну да, в первую очередь высокополигональность. В принципе, в Pintool все равно. Чем больше полигонов, просто тем медленнее он работает, он просто на отрисовку. Ну и вообще нюк медленно работает с большими моделями. Но в целом полигональность должна быть разумной. То есть полигональность должна отвечать количеству деталей на самой поверхности. То есть если у вас, например, моделька, там, не знаю, колонны, ну там хватит там low-поли модельки. Если у вас моделька лица, то там mid-поли. А если у вас моделька там какой-то очень сложной поверхности, то лучше там, чтобы полигоны описывали эту поверхность. Про модели, наверное, все. И важный аспект, что Pintool поддерживает модели с ригами, но это мы поговорим на отдельном стриме, когда мы будем говорить про ригные модели, потому что там просто отдельная история, там куча других дополнительных настроек про этот этап. Перейду к вопросам. О, спасибо. Значит, вопросов нет, но прикольно, что автор онлайн. Мне тоже прикольно, что я онлайн. Я бы такие вебинары проводил регулярно, и, может быть, для англоязычной аудитории as well. Значит, про англоязычную аудиторию as well это абсолютно верно, потому что, в принципе, каждый вебинар этот планирую делать два раза. Один на русском, а на следующей неделе на английском. Потом следующий на русском и на английском. Соответственно, стримы будут раз в две недели. Может быть, мы потом сократим этот промежуток, если я найду в себе силы готовить их почаще. Но пока так. Значит, бэкграунд. Про бэкграунд надо знать одну главную вещь. Он должен быть undistorted. То есть, pin tool предполагает, что картинка уже приходит без искажений. Мы когда-то думали на тему того, можно ли определять искажения. Часто у вас неизвестна линза, на которую это сняты. Очень сложно посчитать эти предискажения. Особенно, если у вас статичная камера и мало прямых линий. Но тут как бы есть два аспекта. Во-первых, в этой ситуации вам, скорее всего, и, в общем-то, пофигу на тему этих искажений, если они не какие-то кардинальные. Кардинальные поправить можно. А точно, если чуть-чуть искажает, в принципе, это не страшно, если особенно у вас статичная камера. Если камеры движущиеся, то можно пытаться проанализировать и посчитать undistorted, ну, искажения линзы. Еще важный аспект, что если вы размещаете объект где-то в центре, то в центре, в общем-то, искажений немного. И вот, например, как мы сейчас с лисой, там, по-моему, картинка не undistorted. Хотя, честно говоря, я не помню, но, по-моему, нет. И, в принципе, это ни на что не влияет, потому что там крупнутая матрица, 50-й объектив, который, в принципе, не очень много вносит искажений. И undistorted, как бы, и объект еще, кроме того, в центре. Он не близко к краям. Поэтому в этом смысле, как бы, тут всегда надо взвешивать. Очень важный аспект, я просто хочу про это отдельно сказать, значит, что у нас есть какая-то вот миф, что ли, про там искажения, что там какие-то есть суперсложные модели искажений линзы. И вот там, типа, в PF-треке они не очень. А в 3D-эквалайзере они, вау, какие крутые. А в Nuke совсем отстойные. В принципе, там все модели очень простые. Ну и там, там, какой-то обычный многочлен или что-нибудь такое. Ну, то есть, они действительно очень простые. И более в софте. С прямыми руками это абсолютно делается. И вплоть до того, что можно там прям руками стемап написать. Поэтому, в целом, на мой взгляд, так прям серьезные проблемы искажения, ну, возвращения искажения как-то, андисторта, в принципе, не стоит. Если у вас нету зума, вот с зумом там проблема, потому что там, как будто у тебя меняется искажение еще при изменении фокусного расстояния достаточно сильно. Вот. А если у тебя нету зума, ну, там снимаем гриды, многие объективы описаны и так далее. То есть, в принципе, там все не страшно. И даже не знаю, почему там так много уделить внимания. Камера. Вот про камеру мы поговорим отдельно. И это прям супер важный аспект, потому что про камеру тоже как бы там есть какое-то количество интересных мифов. Про это здорово было бы пообщать. Но вначале я посмотрю вопросы. Итак. Вопрос. Допустим, у меня моделька с большим количеством сгибов и изломов. И по сетке очень тяжело ее подогнать к футажу. Можно ли будет как-нибудь включить шейдинг, чтобы хотя бы видеть изгибы? В принципе, сейчас я покажу. Тут. Сейчас вот такого прям супер красивого шейдинга нету. Есть. Ну, вот такой шейдинг на минималках у нас. Shaded wireframe, как его назвали. Значит, в пентуле. Вот. В принципе, он включен по умолчанию. Вот это lead wireframe. Вот. И это как бы типа освещенный wireframe. И когда у тебя там много изгибов, они становятся видны. То есть у тебя не такие прямые проволочки получаются, а проволочки освещенные. В принципе, часто помогает. Вот. Но надо смотреть. Опять-таки, если там очень много полигонов, там прям месиво, то да. Тут я бы сделал какую-то хотя бы автоматическую, может, ретопологию этого, чтобы сделать поменьше полигонов. Так. И комментарий от Саши Чекнаева, что он в Houdini делает polyreduce на 5.20% а из эквалайзера берет камеру внизу. Ну, какой? Why? Why not? Так. Значит, двигаемся дальше. Мы хотели поговорить про камеру. Вот тут интересно. Значит, я, во-первых, закрою этот viewer, закрою эту панельку. И на самом деле, опять-таки, я не буду говорить какие-то супер важные вещи из-за того, что это достаточно капитанские вещи. Но, тем не менее. Значит, какие параметры есть у камеры? Кроме позиции translation и rotation, то есть позиции камеры в пространстве, есть еще scale. Честно говоря, я плохо представляю, что для камеры никакая не дорога. Вот. И есть еще параметр projection. Значит. И, собственно говоря, давайте поговорим о внутренних параметрах камеры. Значит, вот это называется внешний параметр камеры, положение камеры в пространстве. Projection – внутренний параметр. Значит, тут обычно нас волнуют вот эти три числа. То есть фокусное расстояние и размер матрицы – горизонтальный и вертикальный. Еще есть ближний, ну, это, типа, как клипится этот фокус. Это не влияет на проекцию, просто влияет на клиппинг. И еще тут есть window scale. Вот самое интересное, что вот этот вот UAV window scale – это на самом деле то, как правильно делать в Nuke камеру, которая… Как это называется? О, аноморфотная. Значит, аноморфотную камеру правильно делать через вот эти параметры. И, в принципе, там дальше все заработает. Но я очень много раз общался с людьми, которые занимаются там трекингом аноморфа в Nuke, и большинство из них так не делает. Вот. Это достаточно любопытная история. Вот. И это очень плохо описано в самой документации Nuke. Так. Но вернемся к нашим трем параметрам. Значит, вот этот, этот и этот. Значит, начнем с того, что большинство видеоматериала, оно имеет по горизонтали больше… Оно по горизонтали больше, чем по вертикали. И вот здесь достаточно любопытно в том смысле, что неважно, что вы запишите по вертикали, если у вас по горизонтали больше, то будет использоваться то, что по горизонтали. Поэтому, на самом деле, нас волнует два параметра. Горизонтальный размер матрицы и фокусное расстояние. Вот. Но если быть еще точнее, то, на самом деле, нас волнует даже не… Ну, давайте вот здесь напишем, например, 20. Вот моя проекция. То, на самом деле, нас интересует даже не это, а нас интересует эквивалентный фокусное расстояние. То есть, на самом деле, это штамм, получается, произведение этих чисел. То есть, если я сделаю здесь… Или нет, отношение этих чисел. То есть, если у меня будет здесь 10, а здесь 25, то, по сути, я получаю ровно такую же… Давайте вот две камеры создадим такую. Вот. И вот в этой камере, соответственно, отменим наши изменения. 50 и 20. И в этом смысле эти камеры эквивалентны. Потому что у них отношение фокусного расстояния и размера матрицы одинаковое. И в этом смысле, по сути, для камеры есть только один параметр, который имеет значение. Это эквивалентное фокусное расстояние. Все остальное это как бы на проекцию не влияет. Думаю, с этим нет вопросов, но это просто важно проговорить. То есть… И важно это проговорить вот с какой точки зрения. Потому что, если у вас вдруг оказывается, что фокусное расстояние неправильное, то там дальше возникают проблемы. То есть, если вы пытаетесь с неправильной камерой расположить модель с помощью пинтула. Ну, давайте смотреть, на что вообще влияет фокусное расстояние. Я тут сделал маленький эксперимент. Значит, сейчас я покажу, что тут такое происходит. Значит, вот здесь это просто моделька лица. Так, сейчас. То есть, убрать все лишнее. Значит, и закрыть вот это. Значит, вот эта лица, которая стоит просто в точке 0,0,0. Вот эта камера, которая от нее чуть-чуть отодвинута. И дальше я сделал следующее. Я применил к лисе. Ну, тут я какой-то материал ей дал. Чуть-чуть ее развернул в 3D. Просто чтобы красивее смотрелось. А вот здесь я сделал Transform Geo. И это Transform Geo, у которого Scale завязан на фокусное расстояние камеры. И я это сделал для того, чтобы на разных фокусных расстояниях при, грубо говоря, одном и том же размере в кадре модельки посмотреть, что будет в проекции. Соответственно. И фокусное расстояние камеры я просто проанимировал, привязал его к номеру фрейма. Ну и давайте я вот тут возьму какое-то количество кадров. Сейчас она просчитается. Блин, она с OBS Studio как-то очень не быстро хочет просчитываться. Сначала, значит. Заодно пока посмотрю на вопросы. Ну вот мы дошли до фокусного расстояния. Сколько там? В 140. Ну давайте там до 50 дойдем. Значит, это одна и та же модель, которая расположена, грубо говоря, там как бы я просто компенсировал скейлом расстояние до модели. Это очень похоже на долю зум, когда мы отъезжаем и приближаемся одновременно, значит. То есть это, по сути, то, как эта модель выглядит с разными фокусными расстояниями матрицы. Соответственно, одна и та же модель выглядит сильно по-разному. И если я не угадаю с фокусным расстоянием камеры входящей, то я не смогу правильно запинтулить модель. Хорошая новость стоит в том, что вот с одной стороны как бы можно не угадать, с другой стороны этот процесс обратим. То есть по проекции мы можем вычислить фокусное расстояние. И, собственно, это мы можем сделать с помощью пентула. Берем пентул, берем камеру. У камеры мы... Ну, просто стандартная камера. Значит, бэкграунд идет в ту картинку, которую мы сейчас видим. Ну, давайте там где-нибудь здесь сделаем. А геометрия — это наша исходная лисичка. И камера. И, соответственно, давайте вначале попробуем с помощью этого пентула расположить модель. Значит, сейчас у камеры фокусное расстояние 50 миллиметров. И что бы мы ни делали, модель не садится. Ну, прям как бы совсем не садится. Очень плохо. Потому что сейчас в настройках пентулайса мы посмотрим, то мы используем фокусное расстояние из камеры. Можем сказать, что давайте-ка мы не будем использовать фокусное расстояние из камеры, а давайте это будет какое-то кастомное фокусное расстояние. И тут мы можем менять, соответственно, это фокусное расстояние и пытаться его... Воу-воу! Что-то такое произошло страшное. Куда-то вылетело. Вау! У меня еще контроль здесь не работает. Точнее, работает, но как-то не так и должен. Серега, если это ты видишь, заведи баг. Я вот так сделал. Что-то все плохо. А, нет. Вот. И тут... Сейчас мы будем это делать более аккуратно. Не утаскивать фокусное расстояние в дрободан. Вот. Фокусное расстояние. Custom. Ну и вот мы можем его уменьшать и пытаться подобрать то, которое надо. Вот. Но, прям, скажем, такой процесс, опять-таки, получается очень неудобный. Поэтому у нас есть такая галочка. Estimate focal length. То есть, типа, чувак, попробуй мне в процесс спиннинга автоматически посчитать фокусное расстояние. Ну и вот, смотрите, мы когда тянем, он автоматически меняет фокусное расстояние, исходя из пинов. Ну вот. Тут пинов понятно, что нужно больше, там, явно больше, чем 3. Какое-то количество. Чтобы все было аккуратненько. Ну вот, более-менее так. И он сказал, что фокусное расстояние 15.36. Проверяем на нашей исходной камере. Сейчас, надо выделить. И фокусное расстояние 15. Ну, практически угадали. Значит, тут есть несколько важных аспектов. Во-первых, фокусное расстояние на объективах, они не бывают какие угодно. Поэтому там обычно можно догадаться, если у тебя фокусное расстояние 15.36, то, скорее всего, там был 15. Ну, потому что 15 или 16. Ну, в общем, в зависимости от того, какая оптика там была на съемках. 16, наверное, более частый случай, чем 15. Вот. Или там, я не знаю, там, 80 и 5. Ну, понятно, что это, наверное, 80. Ну, и так далее. То есть, таким образом ты можешь точно понять, какое фокусное расстояние было. Но это можно сделать только, если ты точно знал размер матрицы. Но матрицу как раз часто можно узнать. Во-первых, она там плюс-минус камера может быть записана в мета-информации к материалу. Во-вторых, там, ну, как бы, можно... Как-то на практике оказывается, что камеру люди могут сказать еще одно, на что это было снято. А вот фокуса на расстоянии уже нет. Типа, извините, чуваки, мы не знаем. Ну, плюс ко всему бывают объективы с зумом. Ну, там понятно, что нам особо догадываться нечего. Ну, такая ситуация. Значит, что эта фича вам дает? Во-первых, она дает возможность определять по статичной камере, и если у вас есть какая-то геометрия, вы можете определить фокусное расстояние. Прямо по статичной. И это очень удобно. Особенно, если там, я не знаю, вы видите, там, куб какой-нибудь такой. О, есть куб в кадре. Раз. И по этому кубику четко посчитали фокусное расстояние камеры. Профит. Вот. Вот. Иногда там с этим сложнее, потому что в кадре там ничего не понятно, и геометрии нету. Ну, типа, тогда страдаем, пытаемся как-то подгонять. Вот. Но эта фича, она прям очень круто выручает. Важный аспект, что все, что мы сегодня обсуждаем, это применимо будет и геотрекеру, и фейстрекеру, и даже фейсбилдеру. И, в общем, поэтому я так подробно всю эту тему останавливаюсь. Так. Едемте дальше. Смотрим вопросы. Вопросов нет пока. Окей. Значит, есть такая гифка с лицами, да, знаете, там, где фокусные расстояния меняются. Типа одно и то же самое лицо снято на разных фокусных расстояниях. Там они так вот разворачиваются. Так вот. По лицу тоже можно определить фокусные расстояния. Мы делаем фейсбилдере. Мы определим фейсбилдер, мы определим и геометрию лица, да, и фокусное расстояние камеры, на которую нам снято. Вот. Но это там типа сложнее, потому что лица реально бывает очень разные, да. Типа бывают круглые, а бывают приплюснутые, поэтому нам надо несколько разных камер обычно делать. Окей. С этим разобрались. Про focal length estimation тоже рассказал. Переходим куда более интересным ситуациям, когда камера у нас в кадре движется. То есть все, о чем мы говорили до этого, у нас была статичная камера. На самом деле, если я посмотрю на этот шот целиком, все удалим, он не статичный. Тут вот эта лисонька на столе, а камера летает вокруг. И более того, я эту камеру уже оттрекал просто, ну, камера трекера. То есть у меня есть камера, камера, есть камера трекер. И вот она полетает вокруг Point Cloud. Ну и тут, в принципе, даже лисонька видна, ушки торчат и вот это все. И давайте я теперь попробую нашу лису расположить в этой сцене. То есть на самом деле теперь у нас уже есть сцена. Почему? Потому что движущаяся камера, по сути, она определяет масштаб сцены, ну, потому что у нее есть траектория. И вот это сейчас мы увидим, что тут есть некоторые сложности. Ну, как сложности, аспекты. Значит, берем pin-tool и видим, что там, где мы спозиционировали наш объект. Давайте его спозиционируем снова. И правильно, потому что мы тут что-то все сделали в какое-то безумие. Значит, раз, два, три, четыре. Ну, как-то так. И если мы сейчас посмотрим, то... А, да, слушайте, нам камеру надо было изменить. Оп, извините. Сейчас будем заново поисценировать. Слава богу, это недавно. stal. А... Ну, блин, блин. то есть как-то там позиционировали, значит, смотрим в 3D. А в 3D оказалось, что этот объект на самом деле находится гораздо ближе. И действительно, если у нас в исходной модельке был неправильный скейл, то она окажется ближе или дальше, чем скейл, который задает камера. И идея в том, что мы вот это вот положение, которое Pintool находит, оно единственное, но с точностью до скейла. То есть если мы модельку увеличим и отодвинем, она будет выглядеть ровно так же. И если я вот сейчас перейду в Pintool и буду двигать ползунок скейл, смотрите, ничего не происходит, ничего не меняется. А если я то же самое посмотрю сейчас в 3D, модель двигается просто ближе и дальше. То есть скейл мы меняем, но меняем его уже с прибитыми пинами. И это здорово, потому что тогда мы можем сделать так. Мы можем сказать, а давайте мы вот этот скейл попытаемся подогнать таким образом, чтобы сесть на PintCloud. Но опять-таки что-то тут как бы слишком много слов подогнать. Поэтому хочется сделать как-то так, чтобы это было более-менее автоматически. Так вот, смотрите, что у нас здесь происходит. Так, камера трекер, свернись. Смотрите, понятно, что так как модель неверного скейла, то когда у меня камера двигается, то моделька моя уезжает. Но скейл, когда я двигаю, он работает относительно того keyframe, где я запинил модель. То есть не относительно теперь текущего кадра, а относительно того, где стоял keyframe. И теперь, когда я меняю скейл, он двигает модель и позволяет ее точно подобрать ее скейл. То есть лучше всего чуть подальше. Вот здесь я прям точно подберу. Оп. И теперь моя модель точно спозиционирована относительно двигающейся камеры. И если я перейду в 3D, сверну камеру трекер. Вот он сел туда на Point Cloud. Вот здесь Point Cloud стола. Ну, тут я ничего не алайнил. Но вот он лег ровно на стол. Залайним потом. Ну, и, соответственно, мы видим, что с разных сторон модель выглядит ровно, как надо в этой камере. Есть ли у нас вопросы? Вопросов пока нет. Кул. Значит, тогда двигаемся дальше. И, на самом деле, только что мы очень клевую фичу увидели. Вот этот вот подбор скейла модели. Он нам еще много раз поможет. Двигаемся дальше. Несколько примеров. Собственно говоря, теперь чего еще можем делать таким образом? Мы можем, например, размещать объекты, которых на самом деле нет в сцене. Ну, например, вам нужно добавить, там, не знаю, здание куда-нибудь. И вот такие так. Создаем здание. Точнее, модельку здания. Вот он там. Cube. И, по сути, у меня тут этот кубик я хочу просто положить на стол. Говорим. Pin Tool. Ничего себе набрал. Pin Tool. Геометрия кубика. Моя двигающаяся камера. И Background. Center Geo. И здесь, ну, давайте куда-нибудь чего, запихнем. Там, не знаю. Я вот так его запихнул. Ну, туда. Там какие-то пуговицы. Я к этой пуговице его поставлю. Так, ну, давайте я вот сюда вот к нём. Там, типа, нам кажется, что по проекциям сходится, допустим. Вот. Всё хорошо. Это не самый точный способ полонить вещи. Но, тем не менее. Значит. И вот мы видим, что этот угол у него стоит вот здесь. Значит. Понятно, что кубик, опять-таки, имеет неверный скейл. Поэтому, когда я двигаю его, он уезжает. Поэтому я в пентуле должен этот скейл подправить. Ну, вот я его ставлю так, чтобы у него угол остался около пуговицы. И, соответственно, раз у меня появляется объект в сцене, который спозиционирован так, в принципе, как мне хочется. Это, на самом деле, выравнивание горизонта по оси. Да. Про выравнивание горизонта чуть-чуть попозже поговорим. Там, более того, есть после этого всякие миштяки. Вот. Но, значит, про скейл здесь вот какая ещё интересная история. Значит, когда вообще, в принципе, такой способ позиционирования имеет место быть. Бывают случаи, когда у вас, например, там вот в нюке, если вы, например, позиционируетесь там по point cloud, ну, например, у вас есть какой-нибудь там пейзаж, там какие-то холмы, ещё чего-то там происходит. И point cloud по этим холмам не очень строится. Потому что, если они особенно на дальнем плане, они очень быстро там куда-то пролетают туда-сюда. И оказывается, что там просто point-генератор, их, ну, слишком они там короткие или плохо держатся на них. Трекер. Ну, потому что там в point-генератор используется трекер. И поэтому в итоге получается так, что, по сути, там нету point-клауда. И ты, ну, тебе надо туда заплейсить модельку, вот, чтобы она правильно двигалась относительно камеры. Вот. Pintool для этого просто идеально. Это прям суперудобно. Значит, минусы здесь очевидные, да? Надо на глаз подгонять проекцию. Что, как бы, иногда, типа, неприемлемо. Иногда норм. Более чем. Капец! У меня всегда они были на месте. А про скейл я не знал. Ну, я очень рад, что это... Это то, что я рассказывал, полезно. Так, двигаемся дальше. Анимация. Следующая история. Значит, здесь другой пример будет. Ну, здесь со скрипчиком. Значит, здесь история другая. Здесь камера статичная. Вот. А есть чувак со скрипчиком, который... Так, сейчас давайте какой-нибудь кусок возьмем. Первые 50 кадров. Вот. Который этой скрипочкой... Это не у вас лагает сейчас. Это у меня лагает. Я не знаю. У меня прям... Нюк лагает. А сейчас надо clear all сделать. Нюк, как я тебя люблю? Никто так не любит. Нюк, как я его люблю? Ну, вот как-то так. Ну, тут плюс-минус видно, что происходит. Значит, дело в том, что с помощью пентула, по сути, мы можем ставить не только один кефрейм. До этого у нас везде был один кефрейм. Вот. А несколько кефреймов. И таким образом мы можем анимировать наш transform.ju, да? То есть, чтобы наш объект двигался. Ну, давайте это сделаем. Значит, у нас здесь моделька скрипчики. Вот она. Есть камера. Не помню, откуда взялись ее значения, но откуда взялись. Вот. Берем пинтул и всех коннектим. О, кстати, можно вот так, где вы смотрите. Вот это закрываем. Так как все типы разные, то он автоматически раз. Оп. Что тут произошло? Он сразу же подключает. Еще, кстати, смотрите, какая штука тут у себя не узнал. Я просто настраивал картину. Эти стрелочки. И здесь выясняется, что значит, если стрелочки смотрят вниз, то что у стрелочек можно по направлению менять цвета. И, например, обычно стрелочки смотрят вниз и вбок, и они у меня черные. Но если стрелочка смотрит вверх, то он останется красным. Ну, то есть, чтобы у тебя в скрипте не было этих роллбеков назад. И ты сразу же это видишь по стрелочке. Ну, просто настройка книг. Прикольная фича. Возвращаемся назад к пинтулу. Значит, в пинтуле мы говорим все то же самое, как обычно. Center.Geo. Располагаем нашу скриптинку. Вау. Нагадный свой такой. Постараемся это сделать относительно аккуратно. Скриптинка. Вот. Моделька не очень точная. Это стоковое видео и, более того, стоковая скриптинка. Ну, то есть, просто я нашел скриптинку, подходящую к видосу. Или видос, подходящий к скриптинке. Наверное, так я делал. Ну, вот. Получился keyframe. Собственно, здесь написано, что это первый keyframe из одного. И здесь есть навигация по keyframe, по которой пока не работает, потому что он первый. Идем на следующий кадр, 40-й. И такие начинаем поправлять. Здесь есть несколько аспектов, как здесь. Если я начну сейчас перетаскивать, видите, у меня остальные пины влияют на мой. Я могу сделать pin-on-pin. Тут есть такая кнопочка. И если я нажму pin-on-pin, видите, все пины, они стали желтыми. Желтыми. И как бы неактивными. Теперь я когда таскаю, я его включил, и вот он работает как один. Я еще включил один. Теперь они работают как два. Теперь я там, не знаю, включил. Видите, они красными стали. Теперь вот как трипина. Теперь я могу обратно нажать pin-on-pin. Вот они все красные. И теперь они все активны. То есть это удобно в случае, когда есть много-много пинов. И хочется вначале спозиционировать модель, а потом уже там тонко их натягивать. Ну вот как-то так. Она там как бы не совсем точно садится. Здесь мы сразу же приходим к вопросу, то, что называется по-английски consistency. Насколько модель консистентна. Точнее не модель, а keyframe. То есть надо, чтобы, грубо говоря, если я воткну pin и, не знаю, давайте вот сюда, в центр пятна, то и вот здесь этот pin должен быть в центре пятна. А он типа не совсем в центре. И это не очень хорошо. Это значит, что мои keyframe не совсем консистентны. Но это может быть, например, из-за того, что кривая моделька. Или не совсем точный параметр камеры и так далее. То есть в идеале, конечно, если там надо какую-то более точную точку найти. Вот там есть выбоина. Вон я в нее попал. Вот я все еще в это выбоина. Ну, вроде неплохо. Соответственно, ну и между этими keyframe'ами у меня эта скриптика проанимирована. Ну, как-то. Понятно, что, значит, движение может быть сложнее, поэтому нужно вставить еще keyframe. Но таким образом можно такой делать трекинг на минималках, аккуратно вставить keyframe'ы. Давайте посмотрим, что здесь важно. Значит, навигация между keyframe'ами, да, интерполяция. Значит, интерполяция — это важный аспект. Дело в том, что интерполяция работает в нюке. Трехмерная интерполяция работает, ну, как бы в корне неверно. Дело в том, что у нас интерполируются углы элера. И углы элера — это вот углы поворота. А углы поворота их как бы интерполировать нельзя. То есть, по большому счету, интерполяция углов поворота — это не то же самое, что интерполяция в пространстве поворотов. Нормальная такая, ровная. Это нужно делать в пространстве квадронионов. Там все сломано, короче. И, в общем, в нюке это не работает. Мы, возможно, что-нибудь такое придумаем в какой-то момент, чтобы эта интерполяция была более правильной. Но пока мы просто пользуемся нюковской здесь. Потому что это просто обычный нюковский ноб движения. Про консистенции поговорили. Дальше. Как ставить консистентные keyframe'ы? Значит, тут есть несколько вариантов. Значит, первое... Вот, смотрите, мы только что поставили там какой-то вот пин вот сюда, например. И когда мы ставим следующий keyframe... Ну, вот опять давайте сделаем. Все заанпинили. Аккуратненько. Двигаем нашу скрипочку. И вот тут вот... А, ну, кстати, да. Вот конкретно в этом кадре мы не можем проверить, что этот пин попал ровно в ту же выбою, но потому что ее закрыло рукой. Но в целом основной способ проверки консистенции консистентности keyframe'ов это именно вот ставить эти пины и проверять, что они плюс-минус попадают в те же самые точки на объекте, что и на других keyframe'ах. Ну, вот тут вот уже у нас такое какое-то подобие трекинга случается. Значит, это один способ. Другой способ, который мы для этого сделали, про пин-н-пин поговорили, это magic keyframe. Что такое magic keyframe? Сейчас я видео покажу, собственно, из которого нас забанили в первый раз. И теперь оно, надеюсь, будет без звука. Да, вроде без звука у вас. А у меня со звуком. Суть magic keyframe'а стоит в том, что мы берем объект, и если это достаточно точная модель, то мы по границам определяем, где она должна находиться. Кстати, по-моему, на той же самой скрипке этот видос. Да. Сейчас мы прям попробуем руками. То есть мы располагаем модель, нажимаем magic keyframe, и он находит ее правильное положение. Мы не будем досматривать видос до конца, посмотрим, что примеры тут в конце есть. Значит, есть несколько проблем magic keyframe'. Значит, первая проблема, он иногда не работает. И если он не работает, то обычно он ломается так, что прям заметно. То есть мы нажимаем, а он там чпоньк. Не судьба. Это зависит от объекта и от модели. Но если он работает, то это прям значительно быстрее, чем ставить это руками. Давайте попробуем это сделать на этой же скрипке. Ну вот мы, например, здесь и хотим поставить keyframe. Мы такие. Эй, magic keyframe. Он делает это не супер быстро, вначале думает какое-то время, но зато за ним переделывать не нужно. Ну, опять-таки, иногда нужно. Сейчас, первый раз он прям подтупляет. Ну вот как-то так, да. При этом всегда можно, значит, если он ставит куда-то не туда, куда надо, это значит, что возможно другие keyframe уже тоже как бы тоже не совсем консистентны. Давайте куда-нибудь сюда перейдем там. Давайте прям попробуем прямо здесь нажать. Не уверен, что получится что-то. О! Ну вот почему-то мой джеккий фрейм сегодня ему хочется забрать этот край. Ну, это можно пофиксить. Давайте еще там какой-нибудь. Давайте здесь. Ну, типа вот, работает. Можно на лисе попробовать, кстати. Давно не пробовал. А... в тот самый первый раз, когда он вступляет. О! Сработал. Ну, и при этом он прям очень аккуратно ее положил. И это тоже способ добиться консистенции. А... Наверное, с этим все. Посмотрю вопрос. Так. Пока вроде... Вроде нет вопросов. Значит, едемте дальше. Смотрим. Результаты. И вот теперь, на самом деле, прям супер важные кусочки будем обсуждать, что мы можем экспортить из ноды Pintool. Давайте вернемся к лисеньке. Мы ее уже хорошо изучили. Значит, вот... Это... Сейчас. Почему у нас два Pintool здесь? Как такое хочешь? А, один для кубика, один для лисеньки. Вот. Так. Здесь мы, правда, что-то наворотили еще каких-то keyframe'ов наставили. Значит, смотрите. Мы можем в первую очередь проект... Ну, в первую очередь мы можем сделать экспорт, Transform Geo. И, по сути, это будет ровно тот же Transform Geo, которым является нода Pintool. То есть, вот, мы его присоединили к лисеньке. И теперь лисенька будет двигаться... Ну, правда, конкретно в данной ситуации она никуда двигаться не будет. Так. Значит, закроем. Потому что здесь всего один keyframe. Вот. Но она будет спозиционирована ровно так же, как выход нода Pintool. Относительно камеры, вот она четко спозиционирована. Все то же самое. Значит, дальше есть еще один вариант. Это экспорт access. Это ровно такой же access, который нужно сделать для позиционирования. То есть, с теми же параметрами, что это Transform Geo. обсудим, когда это нужно, но в принципе, скажем так, это иногда нужно, когда ты хочешь применить вот этот трекинг к камере. Потому что мы не можем применить Transform Geo камеры, зато мы можем камеру анимировать методом втыкания в нее access. вот в такой ситуации мы используем экспорт в access. Значит, можно проэкспортить камеру, значит, но вот смотрите, почему как бы это важно. Потому что, если камера поменялась, давайте вот здесь я создам какую-то камеру. Вот, это была камера, мы про нее ничего не знаем, прям какая-то новая им камера. Значит, сделали пентул background геометрия камера и, соответственно, в пентуле, когда мы пентулим, значит, у нас ничего не запентулиться. Потому что сейчас здесь не очень видно, что ничего не запентулилось. Ну, сейчас лучше в другой кефрейм отъедем, чтобы было в три четверти. потому что на самом деле у этой камеры неверное фокусное расстояние. Там она чуть-чуть, но ошибается. И поэтому я должен сказать здесь Custom Focal Length System Made Focal Length и фокусное расстояние должно быть, по-моему, чуть больше 50, потому что матрица камеры была соответствующая матрица камеры там была. Чуть-чуть меньше, чем стандартный наоборот, чуть меньше 50. есть. А, нет, все правильно, чуть больше 50. Вот. И если я сейчас здесь в этом пентуле скажу экспорт геометрии, он такой, слушай, а может быть, еще и камеру надо? Потому что камера-то поменялась, и если ты сейчас будешь пытаться с помощью изначальной камеры экспортить, ничего не получится. Поэтому, ну, можно просто сделать то же самое, просто сделать экспорт камеры. И теперь у меня будет камера, которая стоит там же, где стояла оригинальная камера, но с фокусным расстоянием, посчитанным в пентуле. То есть это экспорт камеры, это когда мы хотим, когда мы поменяли фокусное расстояние, посчитали его в пентуле, и хотим дальше получить камеру, в которой оно есть. Но есть еще один супер-супер важный вариант. Это когда значит у меня есть камера, и я хочу, и она уже оттрекана, и я хочу ее залайнить на эту геометрию. И это один из самых, в общем, главных кейсов использования пентула. То есть смотрите, что у нас здесь произошло. У нас есть камера, которая уже оттрекана, и мы хотим, чтобы, ну, давайте так, сейчас сделаем, сделаем издалека. Во-первых, я создам новый пентул, и в качестве бэкграунда и камеры у нас будет все то же самое, а вот здесь я нашел этот стол киевский, просто нашел модельку его. Сейчас мы его залайним тоже. И сейчас мы трек нашей камеры попытаемся приалайнить к столу, чтобы спозиционировать эту камеру четко по геометрии. Значит, идем в пентула, в центр вео, выручаем наш стол. Тут будут некоторые сложности, потому что не все видно. Ну, типа, этот стол позиционировать нужно по каким-то точкам, а точек тут не то, чтобы хватает. Тут всего два угла у него видно. Ну, и одна сторона. мы сейчас попытаемся. Значит, дело в том, что тут тоже будет такой маленький лайфхак, как это можно сделать. Потому что вот сейчас я его запрессионировал, вроде бы все нормально. А, нет, во-первых, ну, тут еще модель не совсем точно надо будет тоже понимать. Такие... Кстати, вот здесь имеет значение андисторченный шот или нет. Вот я думаю, что вот эти расхождения они во многом за счет андисторта, которая у них застала. Так, значит, смотреть, что у нас получается. Нет, тут все-таки модель просто еще плюс ко всему такая прям явно с другой высотой подстолья. Ну, давайте смотреть. Вот вроде все встало. Я проверял, что модель хотя бы X и Y имеет правильные дименшины. и теперь мы хотим посмотреть, что... ну, как она себя ведет. Потому что модель неверный скейл. И поэтому мы должны этот скейл подобрать. Ну, потому что он не соответствует скейлу от трековой камеры. Значит, ну, почти все сошлось. Почти. за тем исключением, что все-таки она встала не совсем точно. Поэтому я вот здесь ее поправлю, а тот кефрейм удалю. Вот. И теперь у меня один кефрейм и подобранный скейл. Скажем так, можно и лучше. так сделать чуть-чуть. Короче, такой итеративный чуть-чуть процесс получается. Но когда у тебя есть чуть больше, чем две точки привязки, одна, по сути, я вижу один угол этого стола и один на другом кадре, то в общем процесс можно улучшить. Кстати, стало получше. Вот этот все легло на стол плюс-минус. Чуть-чуть он, конечно, ползает. видно. Вот. Значит, теперь смотрите. Я в пентуле скажу трект камера, экспорт трект камера. Сейчас будет предупреждение, и оно весьма дурацки написано. Говорит, что, слушай, чувак, а ты скейл менял. Вот. И теперь у тебя одно из двух. Тебе надо либо поменять скейл этого трека, либо поменять скейл модели. Сейчас мы сделаем и то, и другое. Видим, что это минус одно и то же. Вот мы сделали камеру, и теперь эта камера, вот она, которая летает вокруг стола. Вот. Но не того стола. То есть, значит, либо мы должны сделать сейчас вот здесь transform geo и тот же самый скейл из пинтула взять. Вот этот 0.5.5.8 сюда. Во. Вот теперь это тот самый стол, который надо. И вот камера вокруг него летает. Вот эта камера зеленая. А камера 3 это вот та оригинальная, которую мы оттрекали, которая там плохо спозиционирована, там вся кривая, косая и так далее. Вот. И другой, соответственно, вариант, это если мы говорим, что не, на самом деле вот у этого стола был правильный скейл, мы тогда можем создать access и отскейлить движение этой камеры. То есть, мы вот здесь можем сказать у этого access будет один делить на вот это на вот этот скейл и воткнуть его туда. И тогда это будет для вот этого стола вот эта камера. И вот она тоже относительно этого стола правильно движется. Таким образом, если мы как-то чего-то нам оттрекали и у нас есть геометрия, мы можем много-много камер, вид нас камеры и так далее, все на эту геометрию свести, и они все будут в одном пространстве вот этой геометрии. И все это мы можем делать прямо в нюке. То есть, если у меня, например, сейчас, у меня где-то был хороший пример, я не готовился вот по этому примеру конкретно, но давайте его найдем сейчас. Сейчас будет показано кое-что прям очень-очень секретное. А, сейчас, или я не могу это показать. Сейчас я постараюсь это сделать. Так, сейчас нам нужен трейкер не знаю, как здесь поменять permission. Не предлагает их ввести. Да, слушайте, не покажу пока. Там просто было две виднес-камеры, и я их сводил вместе по полу, потому что на поле были плитки, я их линеечкой померил, и, соответственно, у меня был прям грит, на который я свел точно камеры для левого и правого глаза. На английском стриме я это покажу, потому что это прикольно. Так, посмотрим вопросы. А Pentool реально бесплатный? О, да, Pentool реально бесплатный. Так, а будет работать автофокусное расстояние с автопосадкой модели? Это видео с Magic Keyframe типа само посадил и само фокус выставил? Нет, пока так не работает и в плане этого нет, потому что ну, не факт, что получится, не факт, потому что там слишком много параметров надо определять, и это такая, скорее проблема. Так, едемте дальше. Значит, 75 минут прошло уже, давайте, может быть, чуть-чуть остановимся, потому что, ну, на самом деле, мы почти все уже сделали, наверное, уже нормально так все подустали, потому что лично я подустал. Вот, если есть какие-то вопросы или вопросы потрындеть, то как раз, мне кажется, сейчас самое время их задать. Вот тут есть вопрос из телеграм-чата. Сорян, если автоп сейчас самое время, у меня тупой вопрос. Проверим. Что мне читать, чтобы понять, как вертолет из Гудини вставить в реальный шот? Это, видимо, задача композа, но я не понимаю, в какую сторону смотреть и что изучать. не то, чтобы тупой вопрос. Вообще, вертолеты вставлять, с одной стороны, очень легко, потому что они ни с чем не соприкасаются, и, в принципе, даже если вертолет чуть-чуть дрифтует при трекинге, то это обычно незаметно. Вот, с другой стороны, 99% вставленных вертолетов выглядит очень вставленным. Соответственно, тут есть два аспекта. Первый, как его втречить, ну, надо втречить, расположить его относительно камеры и, собственно говоря, радоваться. А второе, как это закомпозить. Ну, и тут это явно не тема этого стрима. Это вот, как там Савинский, наверное, обычно это рассказывает, как нужно композить такие шоты. Вот, это, я боюсь, что надо отдельно пообщаться не один час. Так, ну что, вопросов вроде прям новых каких-то вроде не возникло. Ну, надо понимать, что у меня уже 30 секунд задержки, поэтому я могу чуть-чуть отставать. Так, поэтому двинемся дальше. Тут чуть-чуть осталось. Давайте посмотрим. Значит, что мы разобрались? Как алайнить камеру, статичную, к сцене? Мы, более того, у этой камеры можем понять фокусное расстояние. Мы можем экспортить камеру, причем, как статичную, так и двигающуюся. Она будет двигаться относительно неподвижного объекта или расположена относительно неподвижного объекта. и мы можем соалайнить несколько камер вместе. Собственно, это почти последний слайд. Типс и трикс про камеру инвершн. я это анонсировал и что-то у меня не получилось. Точнее, у меня получилось, но там, короче, есть несколько нейтральных мест. Я думаю, что я докручу хороший пример к английскому стриму, и это будет как раз такой маленькая замануха пригласить друзей или прийти на английский стрим. Потому что, значит, что умеет делать Pintool, по сути, своей? Он умеет инвертировать матрицу камеры. То есть, когда он получает вначале движение объекта, а потом его инвертирует и строит камеру относительно этого объекта. То же самое можно сделать в другую сторону. То есть, если мы оттрекали камеру, оттрекали лицо и после этого инвертировали с помощью Pintool эту камеру, мы можем получить значение для трекинга объекта. Сейчас еще раз объясню. Значит, смотрите, у нас есть камера-трекер. Мы оттрекали, например, лицо камера-трекером. Но на самом деле двигалось лицо при статичной камере, а мы-то оттрекали камеру, которая летает вокруг лица. Так вот, этот процесс с помощью Pintool можно обратить и сделать так, что получить такие на выходе transform.geo, соответствующие движению этого лица. И break rotations. На самом деле должно быть написано unbreak rotations. Это следующий пунктик. По-предыдущему, если у кого-то красиво получится это сделать с помощью Pintool, я прям буду welcome. Потому что у меня получилось сделать это, ну, прям там такие хакерские пришлось expression написать, что, в общем, некрасиво, при том, что есть там более есть отдельная нода просто, но не к педи, которая это делает. не хотелось с помощью Pintool это сделать. Значит, unbreak rotations. Это простая штука достаточно. Дело в том, что, ну, это кнопка, это кнопка в параметрах Pintool, вот она находится вот здесь, под фиксидами. Сейчас обсудим, кстати, фиксиды тоже. Значит, что она делает? Дело в том, что, когда у вас есть rotation, эти rotation иногда так случается, что вот у вас при интерполяции у вас раз и перескочил через там 360 или 180 и произошел такой рывок в повороте с там плюс 180 на минус 180. То есть формально это одно и то же, но кривая выглядит с такой ступенькой на 360 градусов. Так вот, Unbreak Rotations меняет так ключи, что у вас кривые, все становятся ровными. Их можно использовать там для экспорта и, соответственно, там не будет ломаться Motion Blur. Очень удобная функция. Значит, фиксиды. Значит, дело в том, что если, вот, смотрите, какая у нас тут история случилась. Давайте найдем нашу лисеньку. Что у нас здесь случилось? у нас вот здесь камера теперь правильно сориентирована вот эта. И теперь, если я создам еще один Pin Tool и захочу положить кубик, то где там наш кубик? Вот кубик, вот background, вот камера. Давайте класть кубик. Значит, если я хочу положить кубик, оп, так, сейчас я только тут прицентр геум все это сбросил, поэтому я вначале зафиксирую. Я скажу, типа, а давай ты не будешь его вращать ни почему, кроме Y, а по Y можно. То есть, чтобы он его не потерял плоскость. теперь, когда я таскаю эти пины, что бы я ни делал, этот кубик всегда остается в плоскости. Соответственно, если я теперь хочу его куда надо положить, вот я его например, хочу сюда положить, на стол, ну вот я его положил, он всегда при этом остается в плоскости. как я его не кручу, он всегда остается ровно в плоскости. давайте там какую-нибудь точку резки, вот например, угол будет на центре пуговицы. И теперь мне надо подобрать scale, верный только. Вот у меня угол на центре пуговицы. Да. Теперь если я посмотрю на это дело в 3D, вот у меня кубик ровно чуть-чуть взлетел над столом, потому что значит чуть-чуть scale неправильно подобрали. сейчас а что-то у меня уже давайте фрейм встал. Не, не взлетел. Нормально. Ровно сидит. Ну вот мы ровно поставили кубик в плоскость стала. То есть если у вас уже камера правильно сориентирована, то эти повороты, они прям, ну, фиксация поворотов в пентуле незаменимая фича. Иногда, например, если у вас объект, вы там анимируете машинку, она движется по плоскости, тоже можно зафиксировать передвижение по Y направленному вверх. И типа все, у вас моделька четко движется по поверхности. Так, возвращаемся сюда. Значит, Varian Focal Length. Есть такая опция, вот здесь Focal Length фром-камера, а есть еще Custom Varian Focal Length. Это в тех случаях, когда еще камера меняет зумировать. И более того, можно у каждой точки зума определить и сделать Focal Length Estimation. И тогда она будет с анимированным фокусным расстоянием. Scalicious. Это как раз вот эта история, которую мы здесь обсуждали по поводу XSA и Transform Geo. И последнее это Motion Blur. Это там совсем минорная история, на скрипке покажу. просто иногда хочется там если какое-то быстрое движение, то ты не понимаешь, в какое место ставить Keyframe, потому что объект размазан из-за Motion Blur. Сейчас найдем здесь какое-нибудь такое место. Ну вот тут например есть. Вот она смазалась как раз из-за того, двигается быстро. Вот. Если я начинаю аккуратненько там все взять чеки Frame. Вот он встал, там просто как-то плохо. И здесь я говорю Motion Blur. И вот если мы посмотрим на краешек, видно, что он показывает, что вот смотрите, у меня тут Motion Blur. Как раз можно замачить четко положение объекта даже с учетом Motion Blur. Вот здесь то же самое. Вот как-то так. Но надо знать Shutter, потому что если вы не знаете Shutter, то соответственно Motion Blur он может быть чуть больше, чуть меньше. Так. И в принципе кажется мы наконец можем переходить к вопросам. давайте смотреть. Слава Храмышев. А как и откуда с композом Мачмова ты пришел к разработке Кентуза? Как и откуда с композом? Дело в том, что у меня кроме композерской истории есть еще диплом Матмеха. И я занимался программированием, математикой. Но мне было просто интересно. так с детства повелось шахматы и художественная школа. И там потом математическое образование и там фотографирование. Потом съемки каких-то короткометражек. Ну и вот как-то все вместе сошлось в FX, потому что FX сочетает вместе и математику и визуальное, потому что требует насмотренности. И мне это очень понравилось. И я начал этим заниматься. и потом в какой-то момент мне стало интересно, а как это все работает внутри. Я начал читать статьи, читать всякие штуки. Сделал курс, который, кстати, есть записи в онлайне, называется Cinema Alks. Там, по-моему, первых пять лекций выложено про математику в кино. Примерно Mathematics XYZ они тоже начинали с того, что математикс, математика. Поэтому я все еще остаюсь в этой стезе. Ребята двинулись в более популярную область. И со временем я просто понял, что многие вещи можно сделать лучше. потихонечку с командой. Команда росла, и мы делали все эти штуки, стараясь просто выпускать. Пентул это была первая вещь, которую мы выпустили, показали, людям понравилось. Потом выпустили еще одну, еще одну, еще одну. И так потихонечку. Holiday Pizza тоже sorry за уфтоп. Скажите, пожалуйста, когда примерно ожидать стрим по Face Builder Face Tracker. Я встарял там в проблему с рефайном пинов. Когда правлю пины в одном месте секвенции, потом жму рефайн, пины в других местах секвенции соскакивают, геометрия лица уменьшается и улетает. Было бы очень благодарно, если бы вы смогли осветить этот момент рефайна в своих будущих стримах. Вообще рефайн не должен менять кефреймы. В принципе суть его, что он меняет только между кефреймами. И если так происходит, это либо что-то неправильно настроенное, либо баг. И просто напишите нам с описанием на TeamSobac и кентулс.io и там подробно мы все постараемся ответить. так. Вот больше я пока вопросов не вижу. давайте я тогда чуть-чуть продолжу. Значит, если нет вопросов, здорово, что их нет. Точнее, на самом деле плохо, конечно, или я так хорошо рассказываю, что вряд ли. Вернемся к следующим стримам. Значит, следующий будет английский, он будет на следующей неделе. Поэтому, если у вас есть англоязычные коллеги, я буду очень рад, если вы их пригласите. И потом, через неделю, будет стрим по тому, как трещить с помощью геотрекера. И это такой прям самый базовый и важный стрим, который в принципе есть. И последняя просьба я хочу, чтобы эти стримы становились лучше, поэтому у нас есть под видео ссылочка на сервей, который, я сейчас проверю, если действительно эта ссылочка, или она сейчас там появится, наверное, она сейчас там появится. Пожалуйста, пройдите, пожалуйста, по этой ссылочке, и там всего буквально три или четыре вопроса, или там пять, ну, в общем, их немного, и дайте обратную связь. Что удалось, что не удалось, насколько вам было хорошо слышно, видно, это очень важно для нас, и для меня в частности. Так, по-моему, появились еще какие-то вопросы. Вопрос по фейстрекеру. Есть ли участок шота, где большая часть лица нижняя перекрыта другим предметом, как сделать трек так, чтобы трекалась только видимая часть головы и лица, и чтобы перекрытая часть не тречилась, потому что иначе она начинает сильно деформироваться. Маска не помогает, все замаскированное часть фарм. Есть там в фейстрекере, сейчас его откроем, в фейстрекере есть такая вкладочка смузинг, и, к сожалению, нельзя ограничить, то есть нету локального смузинга, но есть смузинг фейсмодела, и, соответственно, если его увеличить, то деформация лица будет такой более упругой деформацией, соответственно, она не будет там, ее не будет колбасить сильно, то есть чуть-чуть ее дернуть, и, возможно, будет прям хорошо. Так, посмотрим еще вопросы. Ну что, судя по всему, если нет вопросов сейчас к этому стриму, то я буду очень рад увидеть ваши вопросы в нашем чате, ссылка тоже внизу, вот где-то тут, там можно ответить на вопросы, мы в чате ответим на любые вопросы, там можно задавать вопросы не только по стриму, вообще к чему угодно, вот, мы рады общаться, потому что сидеть в четырех стенах потихонечку становится невыносимо. Спасибо огромное всем, я показывал сейчас про этот фейстрекер с собой на полном экране, ну ладно, что теперь поделаешь. Вот еще раз покажу вам смузинг фейсмода. Вот, и смотрю последний раз про вопросы, вопросов больше не вижу, и всем огромное спасибо, пока, ребята, до следующего стрима, приходите.